Из Мирана в Вену. Тоже две пересадки на поезде. В этот раз сначала из Мирана до Больцана, до Боцана, до центра Южного Тироля. Потом на поезде Больцана до Инсбрука, центра австрийского Тироля. Сейчас на вокзале в Тироле, в Инсбруке. У меня пересадка, 30 минут. Можно отдохнуть, можно походить, снять короткое кино. Вокзал Инсбрука. Инсбрук в принципе небольшой городок, но вокзал приличный. Все есть, все что надо. Очень красивый перевал Бреннен. Бреннен это маленький населенный пункт, городок на границе Австрии и Италии с итальянской стороны. Там перевал на высоте 1300 метров. Поезд отдельно, автомагистраль там. Я обратил внимание, что автомагистраль там, конечно, инженерное чудо, полностью построена на эстакаде. Ну, туннеле эстакады. И все это на эстакаде, на склоне горы просто прилеплена бетонная эстакада и на ней сделана автомагистраль. Мне предстоит ехать по этой магистрали буквально через некоторое время. Очень скоро собираюсь сделать большое турне по Италии. На море, естественно, заехать отдохнуть и так побывать кое-где. Возможно, заеду еще посмотреть, проведать озеро Коума. Как там? Без пафосных россиян. Все ли в порядке? Не обеднели ли они там? В общем, предстоит большая поездка и ехать буду как раз из Вены через Инсбрук и по этому перевалу Бреннен. До Мирана. В Миране отдохну немного от дороги. И да. Там уже дальше. Ладно, пойду-ка я пожалуй на мой перрон. Следующее включение уже в Вене. То есть, до Вены где-то 4 часа 10 минут идет поезд. Инсбрук в Вене чуть больше 4 часов. Ну, нету, да. Четвертая платформа. Вот тут как вкусно все выглядит. А у меня с собой есть, я котлету пожарил. Вчера вечером. Добавил себе в список блюд котлеты. Котлеты покупаю. В случае Мирана там был фарш, у них свежий хороший фарш. Можно попросить просто из этого куска и из этого куска. 50 на 50 говядина, свинина. Ага, мне сюда. Да, сюда, сюда. Говядина, свинина и лук, хлеб. Можно на молоке, можно на воде. На индукционной печке, электрической плите на индукционной печке, получается очень и очень неплохо. О, тут народ, какая толпа. Надо место занять будет. Где-нибудь и как-нибудь. Так, пойдем. Ладно. Посмотрим. Ехать далеко, я как раз котлеты хотел перекусить. Вон как сяду, уже будет на время обеда. И у меня с собой небольшой пузырек. Шампанского. 200 миллилитров, если что, один бокал. Маленькая бутылочка, но это для настроения. Так, а что там за дом такой красивый? Ну, видно, видно дом. Ладно, в ожидании поезда. Вчерашняя поездка на поезде. Сказать, что она нам не понравилась, так и нет. Все-таки 7 часов 20 минут и две пересадки. Кстати, пересадки помогают. Все, какой-то экшен, какой-то драйв. Побегать с перрона на перрон. Вот. Ну, в общем, мне не очень понравилось, но вариантов других нет. От Вены до Мирана. Я посмотрел там, во всяком случае, так Гугль говорит, что на поезде 7 часов 17 минут, что на машине 7 часов 2 минуты. Ну, то есть одинаково. На поезде, конечно, комфортнее, потому что там сидишь и занимаешься своими делами. Перекусываешь, может даже шампанского там для настроения. А за рулем надо сидеть, вцепившись в руль и давить педаль. Но, тем не менее, на машине придется ездить. У меня на конец месяца поездка намечена на машине. А сейчас я как раз для этой поездки иду в магазин. Надо купить SD-карту. SD-mini. У меня камера, которую я сейчас снимаю. Я сейчас снимаю? Да, снимаю. Эта камера называется DGI Pocket 2. У него камера очень хорошая. Можно идти говорить, при этом качественно записывает звук, хорошее изображение. У меня вот эта карта сейчас стоит 64 гигабайта. Ну, что такое 64 гигабайта? Ну, это примерно часа два-три максимум съемки. То есть, если ты поснимал, пришел домой к компьютеру, в компьютер сбросил, обработал. Это отлично, мне все этого хватает. Но, если ты собираешься долго ездить, при этом компьютер с собой не брать, или зачем, когда ты ездишь долго с собой по гостиницам, по отелям, по всяким таскать с собой компьютер. Желательно, чтобы объем памяти был побольше. Чтобы он снимал, потом приехал и за один раз все скинул. Соответственно, нужно купить более объемную карту. Мне тут интересно, как все это развивается быстро. Вот эта 64 гигабайта, которая у меня сейчас, я ее покупал года 3-4 назад, может быть. Когда мне эту камеру купили, примерно года 4 назад, наверное. И тогда, во-первых, скоростные камеры, это должна быть достаточно быстрая камера, чтобы записывать такое изображение с высоким разрешением. 64 гигабайта, были 128 гигабайта. Которые 256 гигабайта, они были медленные. 128 гигабайта уже были достаточно медленные, быстрые были редкость. И стоили они по тем временам, ну такая карта 128 стоила больше 100 евро. Сейчас, пожалуйста, скоростные карты 128 стоит 15 евро, 256 стоит 20 евро. То есть вопрос, как бы с картами этими решен. Я просто куплю себе еще пару карт на 256. Камера позволяет максимум 256. И там можно записывать как бы сутки. Намного, надолго хватит. Вообще, появился уже Pocket 3, следующая камера. Она уже позволяет 4К записывать, она уже с каким-то экранчиком побольше. У нее какие-то такие функции, звук якобы получше. Может быть, побалую себя на какой-нибудь Новый год или День рождения. Ясно. Ладно, иду дальше, а вы продолжайте от меня отдыхать. Спасибо за внимание.